Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия, и я сейчас нахожусь в районе Когары. И не забывайте, я с Казахстана. У казахов что вижу, то пою, а у меня получается, что вижу, то снимаю. Напротив здесь находится Когара-станция. Ну, я бы так назвала метро, хотя это не метро. И очень удобно, вы знаете, идешь с работы, допустим, и здесь сразу же по дороге маленький фруктовый магазин. И, кстати, по-моему, вот этот магазин работает лучше всех в Когаре, потому что прямо на выходе, видите, вот тут, а здесь этот магазинчик. И цена у него довольно приемлемая. Если вам надо еще купить другой товар, здесь тоже я уже через дорогу не пойду. Там находится магазин «Алдиа». Внутри также крупный магазин «Пуловарс», так что можете с работы никуда не ехать, а прямо все здесь купить. Это очень удобно. И эта улица простирается. Это все маленькие шопы. Здесь маленький бутик. Здесь боттл-шоп. Боттл-шоп – это где продают винно-водочные изделия. Напротив маленький киоск табачный. И народ очень часто покупает тоже там сигареты, потому что они получаются чуть-чуть дешевле, чем в обычном шоппинг-центре. Здесь очень большой китайский магазин. Это, наверное, как назвать его? Даже не тысяча мелочей. Я не знаю, здесь, наверное, миллион мелочей. И продается все очень дешево. Здесь можно купить и китайские продукты. И мелочевки. Все-все абсолютно для дома. Фигурки китайские. Потопали дальше. Это все вот до сюда он простирается. Дальше, дальше. С той стороны тоже всякие маленькие китайские магазинчики. Но в основном здесь парикмахерская. Кстати, девчонки, кто в Сиднее. Вот здесь находится парикмахерская. Работают две китаянки. Они так хорошо подстригают. И действительно, понимаете, пришел. И чувствуется, что за тобой тебя хотят обслужить. И девчонки стараются. А не то, что как зайдешь, насобачат на голове. Что потом сам боишься к зеркалу подойти. Топаем дальше. Здесь находится аптека. Это тайский ресторанчик. И сейчас я вам покажу. Видите, вот здесь находится Алджанах. Арабский. Арабский ресторанчик, где продают курятину. Если бы вы знали, какой тот запах стоит. Это просто обалдеть. Ну и можете посмотреть, какие цены. Сейчас. Так, чикен ролл. Где же целая... Я здесь покупала так. Целая курица. Здесь стоит 13 долларов 90 центов. И вы знаете, что? Как я узнала, я бы никогда сюда и не зашла. Когда открывали этот ресторан несколько месяцев назад, я удивилась, думаю, почему там столько много народа. Это было на улице. Я еще никогда не видела. На улице вот буквально досюда стояла толпа народа. И потом я думаю, ну, может быть, это они как-то на открытие своих приятелей позвали. Потом прохожу. Опять, опять там народ. И в итоге они меня заинтриговали, что я один раз купила там курицу. Курица действительно очень вкусная. Так что, кто бывает в курице, вот теперь знаете про этот Аль. Альшарам, Альбарам. Так. Здесь маленький китайский магазин. Вон, девчонка, я ее знаю. Она мне даст снять видео. Она знает меня, так что, ну, теперь прошвырнемся здесь. Здесь это очень маленький. Вы знаете, я вам даже, наверное, говорить не буду. Я вот это масло покупаю. Лурпак. Очень вкусное масло. И тут оно немножко дороже, чем в магазине, но очень вкусное. Вот почем молоко. Ну, здесь очень маленький. Это буквально, я скажу, миниатюрный фруктовый магазин. Авокадо 4 доллара или 2 за 7 долларов. Я здесь... О май год. Можно я сделать видео с тобой? Видео. Можно я сделать? Нет? Видео с тобой. Скажите, привет. О, да. Да. Привет. Посмотрите, какой красивый парень. О май год. Это твоя hair? Да. Да. Да, это мой. И как долго вы вырастаете? Какие годы вы вырастаете? 2 лет. 2 лет. Это очень сложно смотреть нафта? Нет, это не. Нет? Я просто вырасту с водой и сахаром. О. Говорит, растил волосы 2 года. Я говорю, тяжело за ними ухаживать. Он говорит, нет. Я говорю, только с мылом и с водой их мою. Так. Зелень. Картошка 3,50. А это... А это что это такое? Ой-ка. Ой-ка. А я не знаю. А, purple... Слад... Ой-бай. 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 Нет, вот этот... Вот этот картош мне не нравится. Ну, пошла-ка я отсюда. А-а-а... А-а-а... Так, также специи. Специи. Я вам уже на днях делала видео. Я не помню, там они... Где я вам снимала. В другом фруктовом шопе они 2 или 2,50 стоили. Ничего не помню. Так, что здесь? Здесь тоже макароны 2,50. По-моему, там 2 доллара стоили. Семечки. Семечки. Причём семечки для народа цены нету. Нема. Семечки я уже забыла, когда щелкала. И вам не советую. Особенно у кого зубы из порцелана, из металлокерамики. Потом очень дорого вам зубы обойдутся. Так что лучше уже расщёлканы их покупать. Так, ну я здесь не буду задерживаться, потому что там впереди мясной магазин. Немножко покажу вам, какие цены в мясном магазине. Красный перец здесь 10 долларов. Ого! Ого! Ничего себе! Смотрите, какой он большой. Как обычных 2 перца. Гигантские. Это как? Такие зафаршируешь? Я не знаю. Это, наверное, один... Этот какой большой. Один на человека, наверное, и то всё не съешь. Так, а здесь девочка делает свежие соки. Почём соки? Не вижу. Не вижу. Пять долларов килограмм. Так, здесь маленький кофешоп. Так, я убежала и забыла ей спасибо и до свидания сказать. Здесь опять аптека находится. И здесь находится мясной магазин. Посмотрите, сколько там стоит народа. Ну и сейчас я вам покажу. Так. Ножка от баранины. Ножка от баранины. Ножка от баранины. 13 долларов. Свиные кости. 2 доллара. Кассироли стейк. Но если 2 килограмма покупаете за 20 долларов. Так, я внутрь магазина не пойду. Я уже тогда вот здесь сделаю. Так, чак стейк 24 доллара. А, 2 килограмма. Сосиски тоже я никогда не покупаю, потому что, слушайте, мы привыкли, сосиски должны быть с сосисками. А здесь напихают в сосиски всякие приправы, что они, ну не знаю, это очень-очень редко можно купить. И вот, кстати, я никогда не видела, чтобы косточки продавали. Смотрите, это 4 доллара килограмм. Это, наверное, кто любит вареные мозги. Так, здесь баранина. 18. Поросячьи. Поросящий животик 16 долларов. Так, свинина 9 долларов. Это уже 10. Рёбра свиные 18. Рёбра такие 11. Так, а вот это вот для супового набора 7 долларов. Спешл порк мини рипс. А это, вот сейчас она накладывает. Это очень тонко нарезанная свинина. Просто вот буквально там 5 миллиметров, даже не сантиметр. Ну и тоже, знаете, так вкусно её. Она очень быстро готовится, потому что так нарезана. А, греческие шашлыки. Так, стоят 10 штук за 23 доллара. А это куриные. Одна штучка 1 доллар 60 или 10 за 14 долларов. А потом вот-вот-вот-вот как-нибудь я сварю свиные ножки. 2,50. Надо сварить холодец. Дорогие мои, что я вспомнила. О, а вон моя. Идёт знакомая то, что я как раз нахожусь рядом. Сейчас я вам покажу секонд-хенд, где я работаю. А буквально с правой стороны открылся косметический кабинет. И работает вот та девушка. Здесь опять куриный шоп. Вы знаете, как я скажу? Это не очень хорошо. Потому что, допустим, когда вот здесь был куриный, открыли там, я могу представить, как у этих сейчас бизнес рухнул. Так, ну что, сейчас дорогу перейду. Сегодня суббота. Секонд-хенд у нас закрыт. Здесь находится Реал-стейт. Так, что почём? Так, в Кранале. Это рядом с морем. Сдаётся дом. Цена у него... Так, значит, 5 комнат. Видите, есть бассейн. 1300 долларов в неделю. Вы меня спрашивали, сколько стоит жильё? Вот, если снять дом. Ну, это считается престижная эрия Кранала. Поэтому, конечно, это можно найти намного дешевле. Здесь даётся квартира. А, нет, продаётся. Так, это продаётся аукцион. Здесь даётся, что сельвания. Это отсюда, ну, так скажу, не знаю, может, 15 минут от Когара. Дуплекс. Это значит, получается, видите, как половинка. Нет, это не так получается. Потому что обычно, когда дуплекс, тогда одна половинка на одного хозяина, вторая на другого. А это что-то четыре. Четыре квартиры, получается. Семи-дуплекс. Так, это значит, у него зал. Вход на второй этаж. Вот тоже тысяча, сто долларов в неделю. В Австралии не считают месяц, всё считают в неделю. Здесь, где я нахожусь, это Когара. Сколько тут комнат? Я не вижу. Bright Sun and Small Block of 4 Walking Distance. Вы знаете, очень странно. Очень странно, потому что они пишут или один, или два, или две комнаты. 360 долларов в неделю. Петершем. Это отсюда далеко. Студия. Студия, это значит, это комната. В этой комнате ты живёшь. Здесь у тебя и кухня, и спальня, и, в общем, всё вместе. Стоит 385 долларов в неделю. Это где? В Мэриквилле. Это, ну, ближе к сити. Тоже не пишут, сколько комнат. Семи-дуплекс. 850 долларов в неделю. Вот такая цена. Всё, я уже скоро буду заканчивать видео, дорогие мои. Вот здесь находится Дэнс-центр. Я вам уже рассказывала страшную историю, которая здесь произошла. И как один мужчина, маньяк, напал на девочку. И, в общем, её просто на чудо спасли. И спас. Один дантист, он работает здесь на втором этаже. И я с ним потом разговаривала. Пожала и обняла, и сказала. То, что он занимался боксом. Я ему сказала, я говорю, слушай, тебе возможно просто, ну, Ну, вот это было у тебя хобби заниматься боксом. И ты не подозревал, что ты спасёшь две человеческие жизни. Потому что тот маньяк напал на девочку. Ещё один мужчина пришёл на помощь. Он на него напал с ножом. И, в общем, вот этот вот дентист со второго этажа спас им жизнь. Так что я спросила, как сейчас девочка. Он говорит, девочка говорит хорошо. Но, говорит, родители, конечно, очень сильно пережили огромный-огромный стресс. Здесь находится вот этот косметический кабинет. Вот он. А здесь находится секонд-хенд-шоп, где я работаю волонтёром. Вот будет на следующей неделе я буду работать. Потому что сейчас я работаю два раза в месяц через неделю. Раньше работала четыре раза. Но сейчас взяли очень много людей. Поэтому люди постоянно меняются. И, в основном, тут работают все пенсионеры. Что у нас тут есть на витрине? Почём? Что почём? Десять долларов шесть стаканчиков. Так. Ну, в общем, я пока ничего не вижу интересного. А, вот эта английская тарелка. Пять долларов. Но у неё, видите, дырка. Значит, тут у неё должна была быть ручка. Ручки нету. И вот так это выглядит. Кто играл Angry Birds, на телефоне знают, что это такое. И, кто не знает, я на другом канале регулярно снимаю видео об этом секонд-хенде. Секонд-хенд принадлежит к Сент-Джордж госпиталю. Сент-Джордж госпиталь находится прямо вот он. Здесь прайват и паблик. И это получается как больничный городок. И наш секонд-хенд в прошлом году заработал 29 372 доллара. И все деньги пошли на благотворительность в наш госпиталь. Так что этот магазинчик работает уже больше 40 лет. Вот он как выглядит. Ну, и я буду с вами прощаться. Сейчас я вам ещё кое-что покажу. Кто не знает. Так. Слушайте, я иду, смотрю в телефон, не смотрю на дорогу. Нет, так, нет машин. Иду. Вот сейчас вы были, шли от Когора станции. Потому что здесь находится русский доктор. Его имя Черкас. И очень много русских приезжают в Когору. Кто не знает. Вот вы сейчас видели. Посмотрите. Здесь находится паркинг. Потому что в другом месте будет стоить просто бешеную, бешеные деньги. Здесь получается, смотрите. Сейчас я... Ух, работают вентиляторы, шум стоит. Полчаса бесплатно. Три часа. Два доллара... Два доллара десять центов за каждый час. Максимально машина может стоять три часа. И, допустим, если вы пенсионер или десейбл, тогда вам ничего платить не надо. Вы приходите, берёте тикет. Я вам сейчас покажу, как это делается. Потому что многие, знаете, как новое место, не знают, что делать. И машину ставите. И она у вас может стоять целый день бесплатно. И платить деньги надо только с понедельника по пятницу. А сегодня суббота-воскресенье бесплатно. Сейчас я спущусь... Сейчас я спущусь сюда. Дорогие мои... Видите где? По проезжей дороге. Бегу. Бегу и смотрю. Потому что машины едут на две стороны. Я вам сейчас покажу, где находится тикет машины и как она работает. Я бегу. А у вас, наверное, в голове потом закружится. Камера вся будет трястись. Так. Пролазю. Так поправляться нельзя, потому что вот тут вот поправлюсь, не пролезу. Вы знаете, на этом паркинге всегда... Вот именно я вам покажу, где всегда есть место. В любое время дня и вечера. Когда вы заезжаете... Не езжайте на левую сторону. Езжайте на правую. И вот здесь постоянно-постоянно есть свободный паркинг. Это редкость. Так что подхожу сюда. Как это делается? Кто в Сиднее... Смотрите. Нажимаете на желтую кнопку. Потом нажимаете на зелёную кнопку. Всё. Выскочил тикет. Вот. Вот тикет. Он даёт вам 30 минут бесплатно. Дорогие мои, я буду с вами прощаться. С вами была Элла Австралия. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. И всего доброго. Увидимся очень-очень скоро. Пока. Пока.